В Петербурге сегодня отмечают юбилей знаменитого царско-сельского лицея. Он был основан в этот день ровно 200 лет назад. Самое прогрессивное по тем временам учебное заведение, где преподавали только лучшие ученые, подарило России много великих имен, среди которых и наше всё. Александр Сергеевич Пушкин. Потомки поэта и других знаменитых выпускников императорского лицея в эти дни съехали с Северной столицы, чтобы вместе отметить праздник. Репортаж Ольги Суховой. Под особо прочным стеклом историческая реликвия. Указ Александра Первого об открытии царско-сельского лицея. В нём загадка для современных педагогов, как всего за шестилетний курс подготовить незаурядных специалистов в разных областях. Выпускники лицея не только известные поэты, но и учёные, дипломаты, министры и полководцы. Лицей задумывался как высшее учебное заведение для царских и великокняжеских детей, но замыслы эти не осуществились. Сюда поступили дети из обычных дворянских семей. Здание соединялось с переходом с дворцовой церковью, поэтому простые лицеисты могли встретить на службе самого царя. Император интересовался успехами лицеистов и даже иногда указывал директору на подмеченные им изъяны в поведении учеников. Преподавали здесь известные учёные и литераторы того времени. Расписание очень похоже на современное. Сначала в лицея оценки не ставили. Кто отличник, а кто нет, можно было понять потому, кто на какой парте сидит. Задний ряд для неуспевающих. Учитель математики спрашивает его, Пушкин чему равняется х? Пушкин, улыбаясь, отвечает нулю. И дальше очень важна реплика педагога. У вас, Пушкин, в моём классе всё равняется нулю. Садитесь и пишите стихи. Ноль – это отсутствие интереса к предмету. С четвёртого курса ввели немецкую шкалу оценок, по которой единица – это отличная четвёрка, плохо. В царском селе лицей просуществовал до 1843 года. Потом его перевели в Петербург. Он стал называться Александровским. За всё время в нём было 74 выпуска. На 100-летний юбилей лицеисты заказали Елье Репину картину – специальный подарок для своей альма-матры. 15 человек здесь могут быть узнаны. Мы видим здесь и отца Пушкина, Сергея Львовича, и мать Надежду Осиповну. И видим первую лицейскую любовь Наталью Кочубей. Чтобы воспроизвести атмосферу первого выпуска, художнику позировали преподаватели-ученики в историческом зале лицея в Царском селе. Эта фотография снята как раз в этот момент. В Пушкинском доме, где хранятся подлинные документы, связанные с именем великого поэта, сегодня выставлены его рукописи, посвящённые лицею. В течение длительного времени, практически 100 лет, никто их не держал в руках, и о них все забыли. Поздравительные открытки на столетие лицея подписали последний император Николай II, депутат и Государственной думы, директор Смольного института. После революции лицеи закрыли. А когда в 1925 году начались аресты его выпускников, эти поздравления спрятали подальше и нашли только сейчас, по записям 20-х годов. Сегодня эти реликвии смогут увидеть потомки лицеистов, которые приехали на праздник из разных стран мира. Ольга Сухова, Ксения Угарова, Сергей Шилов, Игорь Бутаков. Первый канал. Санкт-Петербург.